Страны Центральной Азии планируют создать систему раннего оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций. Это очень важно. Подписывайтесь на обновление и будете в курсе всего самого важного. Страны Центральной Азии обратились к Генеральному секретарю ООН по вопросу создания региональной системы раннего оповещения и взаимного информирования об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, трансграничного характера и обеспечения доступа к нему населения. Обращение было обсуждено и одобрено на очередном региональном форуме совещания глав чрезвычайных ведомств стран региона, который прошел в Алматы. На совещании также была обсуждена и одобрена инициатива по созданию цифрового атласа приграничных опасностей стран Центральной Азии на примере разрабатываемой платформы «Цифровой паспорт безопасности» и интерактивной карты «Цифровой атлас рисков в Республике Казахстан», сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана и Казахстана. В работе форума также приняли участие делегации Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана и Узбекистана, представители агентства ООН, донорских международных и неправительственных организаций. Форум был созван для обмена информацией и опытом, обсуждения ситуации в регионе и определения основных задач в период усиливающегося воздействия изменения климата, частых случаев экстремальных погодных и климатических явлений, представляющих серьезную угрозу экономическому и социальному развитию всех стран, а также жизни и благополучию населения. Как отмечают специалисты Всемирной метеорологической организации, аномальное потепление, температуры воздуха в Азии наблюдаются выше, чем в среднем по миру. «Негативные последствия этого процесса, такие как засуха, наводнения, оползни и пожары в различных регионах мира, в том числе в Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане, являются весьма тревожными явлениями, приводят к гибели людей и ущербу инфраструктур. Выражаю уверенность в том, что наш форум станет той площадкой, которая позволит нашим странам достичь глобальных целей сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий», – сказал Рустам Назарзада, представитель из Таджикистана. В рамках форума также состоялась двусторонняя встреча главы КЧС Таджикистана с руководителем регионального проекта «Управление климатическими рисками в Центральной Азии» Сергеем Макаровым с главой регионального офиса Международной Федерации Общества Красного Креста и Красного Полумесяца по Центральной Азии госпожой Севаль Гузель Килинч, с главой регионального офиса управления снижения риска бедствий ООН по Центральной Азии госпожой Натальей Алонсо Кано и региональным техническим советником по климату и устойчивости к стихийным бедствиям регионального центра про ООН в Стамбуле Станиславом Ивом. На этих встречах были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере предупреждения и снижения риска стихийных бедствий, а также проведения мероприятий по повышению навыков и опыта сотрудников КЧС реализации и проведения совместных проектов. Своё мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом всё. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!